привет друзья хочу сегодня рассказать вам какая у нас статистика по вирусу 17 марта у нас вчера было сегодня 18 но статистика не изменилась что вот я вчера читала сегодня она одна и та же информация пока 166 человек больных у нас уже вирусом 22 случая зафиксировали доме престарелых и одна смерть умерла женщина и родственники сообщили что она пенсионного возраста все уже закрывается все уже все уже на карантине работают магазины до магазины некоторые работают по сокращенному графику вот вчера те продуктовые которые работали до 9 работали до 7 но такие большие как таргет и волны они работали дольше наверное есть какие-то рекомендации и кто-то там смотрит по своему усмотрению когда закрывается вот так уже все все отменили все все дома естественно школы садики с понедельника закрыта уже закрыли даже спортзалы которые еще работали мне муж предложил вчера купить домой гантели мы пошли искать пришли в волмарт смотрим люди тоже стоят смотрят на на ряды где были гантели даже ситуация что с хлебом например или с туалетной бумагой и гантели разобрали я купила себе две гантели по по 10 паундов не знаю что я буду делать что-то надо будет придумывать потому что тоже месяц сидеть дома без спорта не хочется вот что еще смотрю мне была интересна тема тур поездок упали цены на путевки конечно же никто никуда не летает куда дыхание не едут поэтому цены падают я зашла на сайт чип карибиан вот раньше для моей семьи трое человек на неделю в мексику надо было заплатить три с половиной тысячи то сейчас это где-то 1600 долларов цены очень привлекательные как говорится париж открыт но нам туда не надо а вот так что еще еще вот как раз во время этой эпидемии у нас в штате были выборы вчера выбирали кандидатов президенты от демократической партии наш нашему губернатору бритскеру посоветовали отменить эти выборы он этого не сделал выборы состоялись но фиксировали очень низкую явку даже многие люди которые должны были работать на этих выборах они отказались от работы вот и призывали молодежь выйти помочь помочь в самом процессе вот такая ситуация что еще что еще нового ну моя семья сидит дома да мы там вчера вышли в магазин у нас через дорогу есть продуктовый небольшой маркет ну все есть кроме хлеба хотя багеты которые я не теку там горячие они были но большой стеллаж где не должен был быть хлеб какая-то мелочь там лежала все остальное было пусто а так все есть группа есть вермишель есть много продуктов есть и ты не умрешь и магазины я уверена что не закроются магазины как работали таки будут работать продукты поставляются проблем с поставкой нет их везут у меня старшая дочка подняла такой кипиш я не знаю мы как-то сидим вот тихо дома сидим и сидим малая учится онлайн муж работает онлайн я сижу тихонько руки моем как говорится все все нормально все своим чередом дочка у меня старше она живет отдельно с женихом они работают тоже дома они уже запаслись продуктами все но они они паникеры ужасные она звонит и рассказывает вы должны вы должны мыть руки вы должны очень много раз мыть руки я и так мою эти руки постоянно я целый день что-то готовлю я мою какие-то фрукты овощи я их и так мою нет вы еще должны больше вы еще должны больше и чаще протирать телефон спиртом мы хлоркой моем все даже вот в подъезде мы тоже хлоркой уже все моем всю квартиру хлоркой вымыли но вчера она мне конечно поразила уже я честно вот то что я услышала я просто села и думаю может это я недооцениваю ситуацию может может действительно надо вот как-то сохранять внутреннюю такую панику она мне вчера говорит вы должны собрать в чемоданы свои необходимые вещи все документы все ценные вещи надо будет взять продукты и быть готовым сесть в машину и приехать к родителям ее жениха домой у них дом а мы в квартире живем я говорю а почему я должна придать квартиру что такое будет как это связано с эпидемией вот вы не знаете а у нас есть знакомые в полиции они нам сказали что уже было зафиксировано 40 случаев в краж где-то там магазинах какое-то мародерство что-то еще будут ходить представители не буду говорить вы поняли да с оружием и забирать забирать продукты приходить в дом убивать грабить потому что у них не за что жить честно ничего не понимаю а кто смотрел какая статистика была до этого кражи всегда были есть и будут ой так холодно вот это все было и я не думаю что кто-то допустит уже прямо до такого что уже будут вот так вот ситуация дойдет что кто-то с оружием будет приходить забирать туалетную бумагу ну как то есть же полиции есть же армия если уже какое-то будет комендантское время то это я думаю будет организовано как то а не так что кто хочет будет шляться с оружием и убивать за еду честно я даже не знаю как это расценивать то ли действительно у людей уже такой психоз что они на это настроены то ли может действительно я как то недооцениваю эту ситуацию но честно я себе не представляю у нас вот сосед американец служил в армии муж его вчера увидел говорит а как ты думаешь вот такое может быть он посмеялся сказал нет конечно ну как оно будет как может быть не знаем посмотрим но я почему-то уверена что такого быть не может да есть такое что вот какая-то грусть тоска такая грустно потому что грустно потому что в этом уже в это погрузился весь мир это не то что беда одной страны да и ты там следишь и думаешь о как же там у них как же там у них а это есть у всех вот сегодня вся планета полностью в этом все боятся все переживают и это понятно потому что сегодня сегодня от этой ситуации зависит твое благосостояние будет у тебя работа не будет работы заболеешь не заболеешь да вот вот это вот все она накрывает всех все об этом думают все на одной волне кстати еще такая новость у нас стоит вопрос но это еще не принято решение это еще рассматривается чтобы за этот год отменить федеральный налог на инком так что вот кому интересно будем контролировать эту тему было бы неплохо они там рассматривают или отменить или дать налоговые каникулы я думаю мы узнаем идея хорошая конечно потому что вот сейчас люди все такой ситуации что никто не может себя уберечь от чего-то да и все очень легко теряют работу бизнесы легко теряют деньги никто ничего не предвидеть не может и как мы от этого из этого все выкарабкаемся даже не знаю все это так ударило по экономике ну будем смотреть будем смотреть как дальше все будет как будет развиваться это все главное чтобы оно пошло на спад чтобы не было вот этих вот смертей поэтому надо сидеть дома нужно заботиться о своих близких надо беречь себя ну и держать какое-то внутреннее равновесие потому что это очень тяжело вот если раз в день разговариваю с дочерью и и и она все на повышенных тонах и она вся такая взвинченная даже не знаю вот в Чикаго должен был быть фестиваль музыкальный где-то в конце июня его отменили и я так думаю ого это это если в конце июня и уже отменили то наверное прогнозы не очень хорошие будем смотреть у нас у дочери свадьбы в конце июня и мы тоже я не знаю что что ждать и как это все будет и будет ли что-то все запланировала не знаю ну посмотрим так что да берегите себя берегите близких держите равновесие не расстраивайтесь все все будет хорошо надо пережить переживем главное чтобы это было с малыми потерями все всех люблю целую пока это и и и с и по